День в день, час в час, минута в минуту День в день, час в час, минута в час Доброе утро Доброе утро Мы действительно говорим о климате, о его изменениях И, собственно, сейчас весь мир озабочен этими проблемами И сегодня мы поговорим как раз-таки о климатическом саммите Который собрал лидеров практически всех мировых держав Главных держав, которые отвечают за будущее планеты И которые ответственны, может быть, за действительно и выбросы парниковых За парниковый эффект, за выбросы вредных газов, которые меняют климат Собственно, вот обо всем, об этом, что же на этом саммите решается Какие новые тенденции, я понимаю, наверное, и пойдет речь Ну да, потому что можно сейчас вот сказать совершенно определенно После того, как вчерашние встречи начались Сегодня они продолжаются Это происходит в виртуальном формате Но, тем не менее, это действительно очень важное событие Одно из тех вещей, которые ожидали от Джо Байдена Который анонсировал еще давно, пару месяцев назад И, по большому счету, то, что сказал президент Соединенных Штатов Это как бы его детище, этот саммит Вчера был Международный день земли Это все было приурочено именно к нему В принципе, нам уже никому не отвертеться от того, что мир и жизнь поменяются кардинально Вот это можно сказать абсолютно точно Вот раньше были такие разговоры вообще Сейчас начали говорить очень жестко И, в принципе, понятно, что появились силы, которые уже эту повестку не отпустят Ну, начнем с чего? Идея саммита Байдена, который вот организовал Была в том, чтобы вернуть Соединенным Штатам международное лидерство Это понятно, но, естественно, для американского президента Так вот, он увидел именно в борьбе с климатическими изменениями Как раз вот этот вот шанс Дело все в том, что пока президент Трамп 4 года Как бы пребывал в скептицизме по данному поводу Европа очень здорово вырвалась вперед Два года назад фактически Ну, больше года тому назад В январе, это будет 2000-го Уже официально была продекларирована так называемая зеленая сделка в Евросоюзе И все вышло бы сейчас уже своим путем Если бы не эпидемия ковида Которая приостановила процесс Но она его даже не то, что приостановила, замедлила Для Соединенных Штатов это не самый лучший вариант Американцы, естественно, хотят быть лидерами И тут открываются новые возможности Президент Байден шел к своему избранию на волне Вот этой мобилизации всех либерально-демократических сил Америки В том числе и в области, так скажем, перехода на новую экономику Которая должна дать, как он сам говорил Новые рабочие места Это стимулирует Америку и даст ей новый, так скажем, толчок к жизни Так скажем, она станет опять Ну то есть, перефразируя, можно сказать, Трампа Сделаем Америку великой Но в данном случае великой, как великой экологической державой Которая ведь будет заниматься теперь, по большому счету Так скажем, воздухом, климатом для всех В этом-то и организация этого саммита Именно Америка пригласила глав стран Которые больше всех страдают от изменений климата И международных лидеров, которые больше все Страны, которых больше всех загрязняют Так скажем, воздушный бассейн Типа, как бы, сведя их вместе В этом была идея Трамп Что же получилось? Трамп вышел на этой беседе С потрясающим совершенно... Байден, Байден, только чтобы... Да, прошу прощения, Джо Байден вышел с потрясающим заявлением Он сказал, что Соединенные Штаты планируют к 30-му году Чуть ли не сократить вдвое свой углеродный выброс Ну, понимаете, это вообще-то, честно говоря, выглядит фантастикой А, по-моему, даже он сказал, что в 50-м году США намерены прекратить вредные выбросы в атмосферу Да, статью природа нейтральным, как и Евросоюз Но дело все в том, что у Евросоюза Как бы уже существует довольно длинный бэкграунд Путь перехода на другие виды энергии А тут как бы Байден предлагает это сделать достаточно быстро, эффективно Самое интересное, что скептики говорят, что Байдену не придется отчитываться за результаты этого Делая им вообще даже демократам, скорее всего Потому что 30-й год это окончание даже второго срока Байдена Если он на второй срок пойдет То есть какой-то следующий уже президент Как пить дать будет решать эти вопросы И говорить о том, стали ли американцы углерода нейтральными Или сократили ли они там выбросы Или не сократить Не напоминает ли это обещание Хрущева Что к 80-му году нынешнее поколение людей советских будет жить при коммунизме Это еще более жестко Хрущев как бы говорил о 20-летнем таком лаге То есть где-то получалось через 20 лет нынешнее поколение А тут получается через 9 лет Вот все, самое интересное другое Это можно найти на страницах американских газет Что представители американской индустрии Связанной с нефтью, газом, углем Они весьма, так скажем, аккуратно и сдержанно выступили по данному вопросу С одной стороны они говорили, что да, нужно бороться Нужно бороться с выбросами углекислого газа Это вообще напоминает знаменитые пчелы против меда А при этом как бы и сказать, что не будем бороться тоже нельзя Поэтому все заканчивается вот такими ужимками И рассуждением о том, что да, будем бороться, будем думать Как это все нам тут сделать, каким образом сделать это лучше Хотя прекрасно понимается, что если действительно закрывать угольные шахты Тогда вы должны будете куда-то деть шахтеров Ну это самый простой вариант Это и перед Европой стоит и перед другими странами Которые эксплуатируют, например, тот же самый уголь Никто не знает прямо сейчас, как этот вопрос решить Тем более, что с одной стороны вроде бы был вариант перехода на атомную энергетику И, например, те же самые американские ученые Разработали так называемые капсульные реакторы То есть конструкцию, которую можно поставить где угодно Подключить там некоторые трубопроводы И давай получай энергию А когда заканчивается работа этого реактора Срок приходит Его просто-напросто отдают на завод-производитель Там уже с ним разбираются А тебе ставят новый Хорошая идея Она нравится, например, нашим соседям эстонцам Которым тоже стоит огромнейшая задача Нужно же будет закрывать вот эти самые теплые электростанции Которые работают на горючих сланцах Но опять-таки в Европе активисты заявляют Что и атомная энергетика плохо Что с этим делать, никто пока не знает Поэтому, с одной стороны, это, конечно, выглядит так Что есть масса людей, у которых есть аргументы В пользу плавного перехода с угля на газ Там меньше будет выбросов Или, допустим, в развитии атомной энергетики Или рассуждение о том, какую лучше солнечную энергетику развивать В этом же тоже есть варианты Но все это тонет вот именно в громе фанфаров Но надо заметить, что когда выступали вот мировые лидеры Например, господин Си Цзиньпинь А я напомню, Китай мировой лидер Абсолютный в выбросах Так вот, господин Си Цзиньпинь Он прямо сказал, что вот мы будем стараться Приложим огромные усилия Но все прекрасно понимают Что их выбросы будут расти Как минимум до того же самого 2030 года Потом только они начнут их сокращать Но это реальность, потому что иначе никак С Индией тоже очень интересная система Индия пока что термом третья страна Которая выбрасывает объемы плекислого газа С Индией тоже очень важная проблема Потому что об этом говорил их премьер-министр Моди О том, что нужно что-то делать И они будут делать Но они берут не процентное сокращение А абсолютную величину выбросов Вот они стараются ее уменьшить Выступил очень интересно Президент России Владимир Путин Ведь долгое время тут еще обсуждали В начале апреля в связи с этими сложностями Взаимоотношений России и США Будет он участвовать в этой конференции? Не будет Но потом стало ясно, что обязательно будет Выскажет позицию Российской Федерации Что она очень обеспокоена Он сказал такую вещь Тоже важную О том, что Россия Она переживает тоже изменения климата И тогда это то, с чем столкнулась Россия в последние годы И надо сказать, это было предсказывалось Российскими учеными еще 15 лет назад Документы эти можно найти в интернете Просто мало кому хочется копаться В этих десятках тысяч страниц и графиков Но уже тогда говорили, что начнется массовое таяние Вечные мерзлоты Будут наводнения перемежаться с резкими засухами Это все на территории Российской Федерации А в сопредельных странах будет еще хуже Поэтому, кстати, и говорится о том, что, например, изменение климата Может по самой территории, например, европейской части России Ударить в меньшей степени Но если это ударит, например, по Центральной Азии То Россия столкнется с огромным потоком климатических беженцев Из Центральной Азии А дальше начинаются вообще удивительные политические метаморфозы Не стоит забывать, что огромное количество этих беженцев Это люди, выросшие в исламской культуре И сейчас, допустим, ладно, сейчас в России действительно существует Более-менее такой баланс различных конфессий и религий Но как это произойдет в будущем Те же самые американские, вообще западные специалисты говорят Что ухудшение климатических условий в Средней Азии Оно может здорово повлиять на то Какой станет на облик России в ближайшие десятилетия С учетом того, что как раз в этой культуре детей рождается больше Чем, например, в европейской, в той же самой русской То есть это очень важный момент Путин упомянул, что начинается в России эксперимент На острове Сахалин Я очень хорошо этот остров знаю Там много лет работал На этом, это хорошо, что это остров Потому что тут очень легко подсчитывать, условно говоря, баланс Того, что туда завезли-вывезли Этот остров, там будет проводиться подсчет Вот этой самой углеродности Сколько было выброшено, сколько там природа усвоила То есть, в принципе, это полигон На который к 25-му году остров должен уже добиться своей, так скажем, углеродонейтральности И вот эта система, наработки, которые на этом острове появятся Они уже начинают внедряться Можно будет распространить на всю страну То есть, шаг за шагом, да, начинаются эти изменения И, в принципе, можно сказать абсолютно точно Нам нужно готовиться здесь, в Риге, в Латвии Нам нужно готовиться к тому, что, во-первых, будет дорожать электричество Будет дорожать газ Несомненно, появятся новые налоги, связанные с автотранспортом Стандартным автотранспортом Мы должны к этому быть готовы Уже, что называется, держать в голове Что никаких вот этих ослаблений Вот этих падений целей, естественно, не будет А будет наоборот И в течение ближайших лет Вот это мы никуда не денемся Вопрос, конечно, есть еще один Дело все в том, что, как сама та же европейца, американцы говорят Что переход на новую энергетику Он даст не только проблемы, но и возможности Но для того, чтобы эти возможности мы могли бы реализовать Мы должны понимать, вообще, собственно говоря А куда мы идем А у меня, например, возникает впечатление Что у нас, допустим, в городе, в Риге Руководство наше нынешнее Как не очень четко себе представляет Вообще, куда оно идет Что я хочу сказать Смотрите, разговоры идут о планах развития Риги Какая Рига должна стать зеленый город С велосипедистами повсеместно Там убрать автотранспорт из города Ходим пешком на велосипедах Будем кататься и вообще везде парки разобьем Ну, знаете, такая постараль настоящая При этом Это как бы вот долговременные планы Такие развития При этом никто не говорит Если вы базируетесь на... Да, и ради чего все это? Ради того, чтобы сокращать выбросы Углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу Но если вы верите В том, что мы здесь Как скажем, у нас есть выбросы Их надо сокращать То вы должны верить и в то Что повышается уровень Мирового океана И будет повышаться уровень Балтийского моря А Рига находится слишком низко И она находится на берегах реки И эта река будет очень чувствительна В связи с тем, что она несет на носы Всевозможные взвеси К повышению уровня моря Это будет приводить к тому, что начнутся сначала наводнения Особенно, допустим, когда будут большие сильные дожди Или, например, по весне И в результате этого Будут подтапливаться подвалы Будут заливаться коммуникации И пройдет, допустим, два десятка лет И может сложиться такая ситуация Что в Риге просто станет не очень комфортно жить В тех местах, которые будут подвержены всем этим заливанием Так тогда сразу возникает вопрос О том, что, может быть, Рику надо оценить Ее возможности и перспективы Жалко город, но ничего не попишешь Помпеи тоже были красивый город в конечном счете И говорили умные люди Что неплохо бы их было подальше от вулкана Но не получилось Поэтому хочется сказать Что если мы идем к какому-то плану Долговременному развития города Как столицы, как крупнейшего города Как говорят, хаб, главнейший хаб Здесь, в Балтии То, может быть, этот хаб нужно Попробовать хотя бы метров на 20-30 повыше поставить Чтобы был зазор для наших, для грядущих поколений А каким это образом сделать? Да, нужно, во-первых Об этом нужно проговорить Нужно четко сформулировать Что мы ожидаем Одно дело, например, города Находящиеся довольно-таки высоко Над уровнем моря Например, тот же Таллинн или Вильюс И они гораздо выше над уровнем моря Чем Рига А вот, например, Петербург и Рига Да, это города Которые оказываются В весьма уязвимом положении Ну, опять-таки, Копенгаген Не нравится вам Петербург? С Копенгагеном пообщайтесь Но нужно решать вопрос Именно в расчете на то Что что-то будет меняться Если мы верим в это самое глобальное потепление Вот, то есть, мне кажется Что сейчас как раз нужно будет думать О том, что к чему Все это дело у нас придет У нас есть, между тем, звонок Здравствуйте Да, здравствуйте Очень интересно рассказывает Константин Ранс, да Да, Константин Ранс И я часто слушаю Но у меня такой вопрос вообще К жителям Латвии Особенно курящим Они засорили полностью Вот все говорят о очищении воздуха Но засорена Рига Леса засорены бенчиками Вот этими окурками И вот я слушал какую-то передачу Что вот Константин сказал Что это даже хуже Чем загрязнение воздуха И самое интересное Что они лежат Их никто не убирает Может быть, стоит мэру Даже, может быть, и президенту Задуматься Создать какую-то службу За наши налоги Чтобы собирали эти бенчики Потому что, похоже, дворники В некоторых местах даже Вот есть такая остановка Ботанический сад Трамвайная С двух сторон Не сама остановка А прямо за остановкой Она просто белая Из вот этих бенчиков И вообще Вот было бы неплохо Создать такую службу Чтобы они круглосуточно Ездили Ну, не ночью, может быть Но вот днем Квадрат за квадратом Убирали эти бенчики Море, леса Все И самое интересное другое Что люди, которые курят Они продолжают курить На остановках При детях Ну, вот это вот И хотелось бы Вот кто-то бы поднял Вот этот вот вопрос Потому что Очистить воздух Можно высадить Очень много Тоже есть зоны Где можно высадить Те же елки Пихты Которые круглогодично Дают воздух И это может быть Будет даже эффективней Причем Выделяются такие деньги Но у нас пустые территории Стоят И никто об этом Даже не думает Вот хотелось бы Чтобы, может быть Константин Как-то прокомментировал Вот это вот Можно ли вообще Что-то изменить Потому что люди Абсолютно глухие Вот, например Мама стоит У меня был такой случай Стоит с ребенком И курит Я на остановке Я говорю Вы знаете, что На остановке Причем при детях Есть даже Есть даже Похоже Есть даже такие Штрафы 400 евро Если ты около ребенка Она стоит Спокойно курит То есть Понимаете Похоже Надо начинать С нашего народа Причем Это не только Русские там Латыши Если кто-то думает Что вот я русский Позвонил Я там на латыши Или на Все кто Вот я имею ввиду Всех курящих Причем интересно Вот сейчас будет Талка Да Вот это вот Все Все объемлющие Но вы сами Посудите Вот где логика Значит у нас Разделился народ На тех Кто замусоривает И тех Кто теперь Должен собирать За них Вот мне Мне нравится Например В максимах Раздают мешки Но люди Милые люди Дорогие люди Латыши Русские Там Все кто вы Здесь живете Вы так Бенчиками засорили Что мешков Этих не хватит И никто их не собирает Бутылки можно Собрать нам Вот эти бумажки Но Бенчики Везде Спасибо Спасибо Ну я понимаю Что суть Олег Я сразу вспомнил Помню с чего Начинается Фильм Особенности Национальной охоты Я уже так Они едут Едет Герой Мили Хапасал Финский Писатель Едет Со своим Российским Другом Российский Друг Окурил И выкидывает Окурок В окно И Хапасал Говорит Остановись И он бежит Чтобы этот Окурок Забрать И тут Видят Что вся Обочина Этими Окуроками Усыпана Вот с этого Начинается Фильм Особенности Национальной охоты С тех пор Практически Ничего не изменилось Я что хочу сказать Очень важный момент Дело все в том Что Так скажем Под шум Опять-таки Разговоров О выбросах Парниковых газов Очень часто Мы забываем Именно О загрязнении Физическими Материями Окружающей среды Это и Полиэтилены Бенчики Но это еще То что мы не видим Это Всевозможные Химические И соединения Я хочу Обратить внимание Что сейчас Выходит В прокат Американский Фильм С Джоном Деппом В главной Роли Который Называется Великий И посвящен Он Американскому Фотографу История Американского Фотографа По фамилии Смит Если я не Ошибаюсь Который Сделал Известной Миру Ситуацию С местечком Миламото В Японии Где Выбрасывались Сбрасывались В залив Ртутные Отходы Десятилетиями Сбрасывались И там Появилась Совершенно Жуткая Болезнь Которая Носит Одноименное Название Это Отравление Ртутью Но Власти И бизнес Они все время Старались Это дело Закрыть Это в Японии Вот И Вот Фильм Как раз Посвящен Мужеству Этого Человека Который Несмотря на то Что его Там калечили И сбивали Якудза Чуть не убили Он все равно Старался Донести До общественности Вот эту Важнейшую Опасность Что Войны Войнами Это все Видят Люди Про это Говорят А про то Что компании Потихонечку Сливают Всевозможную Отраву Так Под сурдиночку Да Вот Об этом Говорят Гораздо Меньше И Этот Вот Я думаю Что сейчас Вот этот Вот Фильм Он возбудит Конечно Внимание К Вопросу Химического Закрезнения Окружающей Среды У нас еще Один звонок Здравствуйте Добрый день Людей Надо воспитывать Потому что Я вот Сколько вижу Про тех же Мамочек Они покупают Своим детям Какую-то Сладость В упаковке Бутылку Ребенок съел Тут же Из коляски Выкинул Или рядом Кинул И пошел Дальше Потом Из автоматов Вот эти Вот Стаканы Кофейные Это ужас Один Человек Выпил И тоже Куда-то Выкинул По дороге Глядя А что Делается С масками Я как Посмотрю Мне плохо Становится Везде Маски Важаются Это какой-то Ужас Спасибо Спасибо Но вот Действительно Это ведь Вопрос О том Что могут Мировые лидеры Встречаться Обсуждать Но если На низовом Уровне У людей Возникает Потребительское Отношение После нас Хоть потоп То есть Я Выброшу Окурок Я выброшу Маску И мне плевать Что будет дальше И Ну Получается Что пропорция Там на 10 Условно говоря Мусорищах Есть Один Святой человек Который Выходит на субботник И за ними Все это Собирает Нормальная Ли эта ситуация Эта ситуация Ненормальная Тем более Надо сказать Что мировой опыт Показывает Что Можно эту ситуацию Переломить Вот когда Я знаю Ездили Приходилось Сталкиваться Допустим В той же самой Финляндии Приезжают От нас Люди Из России С Украины Откуда угодно Приезжают И говорят Боже мой Как тут Вы стараетесь Как чисто Две вещи С одной стороны Конечно же Хорошо убирают Это налаженная Служба А второе Что Тоже важно С детства Детей Учат Следить За окружающей Средой То что Вся среда Вокруг Она ваша Очень важно Что например В Финляндии Существует Такой закон О пользовании Окружающей среды Который означает Что человек Даже на частных Землях Может ходить Ягоды Собирать Понимаете То есть Это ограничение Прав собственности В известной мире Но это И Очень важная вещь Она Создает У людей Ощущение Что Я живу В своей стране И то что Здесь валяется Это валяется Не на Чьей-то земле Или где-то еще Это валяется У меня Вот когда Так воспитывают Детей С яселек Вот Тогда эти люди Вырастают И они тоже Стараются В общем-то Не мусорить Вот А если увидят Мусор То взять И донести До ближайшей урны То есть Это не то Что это Какое-то Вот Нужно только Одним заниматься Это комплексная вещь Но возникает вопрос Ребята А может быть Стоит изучить Опыт соседей И потихонечку Начинать его внедрять Ну для этого Нужно говорить Вы знаете Смешно Когда я В 2001 году В Хельсинке Получил Инструкцию О сборе мусора На русском языке И бросили В почтовый ящик И знали Что А сосед получил Такую же Инструкцию На эстонском языке А жители Жители Которые Жили в соседнем доме Говорят Что даже На суахиле Ну да У нас Звонок Здравствуйте Доброе утро Вспомнил Веселую историю Из моего детства Я когда-то Шел в Казахстане И на остановке Сидело Две женщины Уже Пожилого возраста И одна Вторая Рассказывает Что она была В Германии У своего сына И И в это время Они кушали Семечки И вот она Кушает И рассказывает И говорит Вот была В Германии Там значит Так чисто Там вот везде Такая чистота Вот И Ну в общем Пока рассказывала Заплевала Остановку Ну я К чему хотел Вот у нас Есть заправка Недалеко От Юрмовской Трассы Одна из И там рядом Большая парковка Вот люди покупают Кофе Пьют И значит На самой заправке Чисто Вокруг заправки Там Мусорники Вываливаются Значит Вот эти Одноразовые Стаканчики Маски Там Упаковки От Кникерса Нельзя ли Вот этих Предпринимателей Заставлять Убирать Не только Свою территорию Но и вокруг Скажем Там в радиусе Километра Чтобы Был какой-то Порядок А то Знаете Тут Как в квартире Типа Замели песок Под ковер И вроде как Чисто Спасибо Спасибо Ну Мне кажется Что Как раз Вот всевозможные Такие Законопроекты Которые будут Обязаны Обязывать Следить За порядком За выбросами Ну Всевозможного Мусора Особенно Мусоропластикового Это как Это будет Сейчас Активнее Внедряться Потому что Все это Будет Идти В рамках Того О чем Мы начали Говорить О том Что борьбы С Изменением Климата И борьбы Со всевозможными Загрязнениями О которых Сейчас говорят Это наиболее Часто И Заметными Так что Это будет Вот Вот Тоже можно Точно Сказать Эти Законопроекты Внедряться Будут Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Я хотел бы Вот такой вопрос Задать Вот Тот кто Внимательно Слушал Нахождение Там Значит Нахождение В атмосфере Насчитывается Сотнями лет И обратил Внимание На то Что значит Надо не только Снижать Выбросы Значит Парниковых Газов Но может быть И извлекать Вот этот газ Который Находится Сейчас Значит Один из первых Это способов Мы это знаем Это значит Зеленые Насаждения Которые Активно Потребляют Углекислый Газ У меня вопрос Такой А вот Что Из промышленного Характера Или технологии Или потребность В углекислоте Которая Может быть Повлияет На Извлечение Этого газа Есть сейчас Или какие-то Наработки Перспективные Это раз И второе Как вы считаете Может быть Справедливо Все-таки Больше Бремени На Выброс И Плату За это Возлагать На те страны Которые Являются Индустриально Развитыми Но которые Полностью Практически Истребили Свои леса Вот Кстати Великобритания Прекрасный Пример Это плата За промышленную Революцию Значит 16-18 Веков Кстати Пускай Расплачиваются За это Спасибо Ну вы Коснулись Одного Из самых Сложных Вопросов Так Скажем Яблок Раздора Дело Все в том Что если Посмотреть На график Выбросов Путин Не случайно Сказал Что в течение Многих Веков Углекислый Газ Накапливается Если Смотреть Количество Добытых У добытого Угля Добытой Нефти И сожженной Нефти За последние Десятилетия Да То конечно Видно Что Допустим Там Самый большой Продуцент Это тот же Самый Китай Но если Вы откатитесь Хотя бы На 50 лет Назад То вдруг Оборужится Что Китай Или там Россия Или там Даже Сангутская Аравия Они близко Не стояли Перед Вот именно Развитыми Странами Которые Изгри Уголь Нефть Но в течении Чуть ли не Полутора Столетий То есть Тут Разговор Следующий Кто сейчас Должен Больше Платить Тот Кто Добывает Нефть И продает Или Кто Сжигает Уголь Сегодня Или Тот Кто Это Делал В течении Последних Столет И в сумме На Так скажем Напускал Газов Гораздо Поболее Вот этот Вопрос Который Сейчас Еще Весьма Дискуссионный И об этом Будут Говорить Кстати хотел отметить Что Уже Были Выступления Представителей Американского Разведывательного Сообщества Которые Заявили Что по их Данным Ситуация Гораздо Хуже Даже Чем Представляют Все Многие Политики Именно Из-за Того Что Климатические Изменения На данный Момент Приводят К тому Что Начинаются Бражения И всевозможные Процессы У людей В тех Странах Которые Страдают От этих Климатических Изменений А это Прежде Всего Африка В меньшей Степени Но все же Латинская Америка И Могут Начаться Процессы Очень И очень Так скажем Нехорошие И я хочу Сказать Что Как раз Вот Вот эта Идея Связанная С Лесами Например Вчера Выступал Президент Бразилии Который С одной Стороны Говорил О важности Лесов И при этом Все прекрасно Понимают Что именно При нем При президенте Бальсонару Началась Массовая Рубка Сельвы Амазонии Как это все Укладывается Не совсем Понятно Но вполне Возможно Им в Бразилии Что-то придется Менять С этой Политикой Одно Ясно Что Развитые Страны В первую очередь США И Европейский Союз Начали Всемирную Гонку И теперь Хочешь Не хочешь Но под это Придется Подстраиваться И нужно Будет Следить За тем Что происходит Какие будут Внедряться Инициативы Потому что Опять-таки Повторюсь Они Неминуемо Скажутся И на нашей С вами жизни Спасибо большое Это был Константин Рангс Журналист Исследователь И журналист Пишущий о науке Спасибо большое Константин И до новой Встречи В следующую пятницу До свидания Всего вам доброго День в день Час в час Минута в минуту Радио Болт